Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ТВ-5 в студии Елена Зайцева. Диверсия в Розовском районе. Расследование взрыва железнодорожного моста у села Кузнецовка продолжается. В Запорожской области проводится контртеррористическая операция. Как в Запорожье будут взимать налог на недвижимость и куда идут средства от акцизного сбора. Подробности от заседания бюджетной комиссии Горсовета. Тепло для воинов АТО. Осужденные 55-й колонии продолжают изготавливать буржуки. К юбилею великих композиторов. Артисты Запорожской областной филармонии подготовили концерт, посвященный творчеству Исака и Максима Дунаевских. Расследование взрыва на железной дороге в Розовском районе продолжается. Напомним, накануне около 15.30 на железнодорожном перегоне Розовка-Камыш-Заря около села Кузнецовка был взорван железнодорожный мост. В СБУ заявили о начале контртеррористической операции в регионе. Ведется поиск подозреваемых в организации этой диверсии. Добраться до места взрыва железнодорожного моста на околице села Кузнецовка Розовского района практически невозможно. Территория в радиусе нескольких километров окружена бойцами 79-й аэромобильной бригады. Пропускают в основном только местных жителей. Селяне говорят, вчера взрыв напугал многих. Это было здесь минут 10, 15 минут четвертого. Мы сейчас сидели, я пришел до племянницы, он был только до племянницы, пришел до помощи и плавился. И это уже с чем дух, мы же подвинулись все, стена из ходу разошла. Я вышел, мы с ладат знакомились. Я подумал, вас нет. Коли люди были, говоришь, взорвали мост. А я сидела вот тут, била столика. Коли рама друга упала на меня. Я думал, да что это такое случилось. Коли сусід прибегал к майке, бабу Надю выживала. Та жива, чогось в окно упало. А ну загляньте сюда, я заглянула, а там все в окно попадали. В момент взрыва по мосту двигался состав, груженый рудой. С рельс сошли 28 из 55 вагонов. Разрушена несущая часть путепровода. Жертв и пострадавших нет. Взрывная волна задела близлежащие дома. А оно, я не знаю, как оно получилось, что сюда даже ни кусочек не прилетел, ни обломка, ни яшка, ни до ничего. А все это взрывной волной. Вот так дало. Понимаю, волна взрыва. Я ж тут. Та ну, на дыбы поставил. А состав же как раз ишел, и состав на дыбы поставил. А там плиты бетонные метровые лежали. Вот это ж через мост. Одна просила, а состав уже пошел. Следственные действия на месте ЧП продолжаются. Взрыв квалифицируют как диверсию. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, заложенного под опору моста, была эквивалентна 100 килограммам тротила. Предварительно, пока точно не можем сказать, по всей вероятности, часовой механизм. Взрывное устройство сработало до локомотива. Локомотив проскочил по инерции разорванной рельсы. А уже под тяжестью веса вагоны завалились. Есть и направо, и налево. Но ни один из них не упал, не опрокинулся. Просто завалились и подвинули железнодорожное полотно. По факту подрыва моста возбуждено уголовное дело по статье 113 Уголовного кодекса Украины. Диверсия. Совершившие преступления разыскиваются. Координация всех следственно-оперативных действий по расследованию событий в Розовском районе возложена на Совет национальной безопасности и обороны Украины. Диверсия в Запорожской области. Подрыв единственной железнодорожной ветки, которую соединяла Мариуполь с другими областями Украины, оставил без сырья два металлургических комбината имени Ильича и Азовсталь, группы Метан-Уест. По оценке генерального директора ММК Ильича Юрия Зинченко, на предприятии осталось кокса всего на сутки. Без кокса придется останавливать доменные печи. Есть проблема и с поставками концентрата и аглоруды, которая также доставлялась в Мариуполь по железной дороге. Если остановятся на турнические заводы, ляжет вся экономика Украины. Приток валюты в бюджет прекратится, заявил генеральный директор Азовстали Энвер Скитышвили. Накануне Дня Соборности в Запорожье почтили память тех, кто отдал свою жизнь за целостность и независимость современной Украины. За время проведения АТО Запорожская область потеряла 64 бойца. Сегодня военные, представители местной власти и общественности возложили цветы к мемориальному знаку защитникам Украины в парке металлургов. Их память также почтили минуты молчания и оружейным салютом. Цветы возложат и на могилы бойцов АТО на кладбищах Запорожья и захоронении неизвестных солдат на Кушугумском кладбище. Мы всегда будем пометать подвиг наших героев. И сегодня Збройные силы Украины разом с другими силами структурами стремуют навальный натиск российско-террористических урпланий на сходе краины. Все делают для того, чтобы не пропустить ворога на украинскую землю. Для них один наказ – ни кроку назад. А для нас должен быть один наказ. Все для фронта, все для перемоги. Тепло на линию фронта. Волонтерское движение, призванное помочь солдатам вооруженных сил Украины, продолжает развиваться. Волонтерами стали даже осужденные. В 55-й исправительной колонии в Ольнянске освоили работу с металлом. Здесь изготавливали антикумулятивные решетки для бронетехники. Но все же главная специализация этого исправительного учреждения – производство полевых печек, так называемых буржуек. Как и из чего их делают, видел наш корреспондент Павел Васильев. С инициативой производить буржуйки для украинской армии выступили сами заключенные. На сегодняшний день в колонии сделано более 100 печек. В ближайших планах произвести еще 300. Раньше 55-я колония специализировалась на производстве тепловых устройств для сельскохозяйственной техники. Сейчас в цехах исправительного учреждения налажен выпуск нового вида продукции. Ежедневно мы тратим 2 часа времени, то есть у нас 8 часов в рабочий день. Мы обратились в предложение к начальнику производства колонии, к начальнику колонии, о том, что мы можем помочь военнослужащим, которые находятся в зоне АТО, буржуйками. То есть 2 часа времени рабочего уделять на изготовление буржуек. Наше предложение одобрили, пошли к нам на встречу. Буржуйки 55-й колонии многофункциональные. Заключенные модернизировали их многовековую конструкцию. На трубу привариваются ещё такие вот держатели. То есть там сверху стоит сетка, можно сушить обувь, одежду. На самой буржуйке можно нагреть чай, приготовить что-то, покушать. Температура позволяет, потому что мы выдерживаем высоту, огонь подымается, нормально можно сварить суп, даже бошь можно сварить. Старый газовый баллон, вытяжная труба и металлические уголки – главные материалы. Руководство 55-й колонии говорит, готовы производить печи сотнями. Было бы сырьё. Много кто откликнулся, но сейчас непосильную роль нам оказывает в металлопрокате Запорожсталь. Она помогает, даём металл безвозмездно для этих нужд. Так что дело это, я считаю, правильно. Самое главное, чтобы закончилась война и наступил мир. Вот и всё. А сколько нужно, столько мы будем делать. На днях металлурги Запорожстали через благотворительный фонд «Солдатские матери» передали в колонию очередную партию сырья более двух тонн металла. Сейчас заключённые его сортируют к работе, приступят через несколько дней. И уже в самое ближайшее время печи из запорожсталевского металла согреют украинских воинов на передовой. Запорожские бюджетники до сих пор не получили заработную плату. Аванс, который обычно врачам и учителям выплачивают 10 числа каждого месяца в январе, задерживают уже почти на две недели. Городские власти обвиняют Киев. Говорят, из госбюджета не пришла субвенция. Выплату авансов обещают начать завтра, если средства из столицы не дождутся. Необходимые 60 миллионов будут искать в городской казне. И сегодня же запорожские депутаты определяли размер местных налогов. Речь шла об акцизном сборе на продажу алкоголя и сигарет, а также налоги на жилую недвижимость. К слову, в Запорожье он будет отличаться от рекомендованного государства. Кому в областном центре удастся сэкономить на налогах, а кому жить станет сложнее. Об этом репортаже Натальи Зайченко. Закон приняли, а как выполнять не решили. С 1 января предприниматели, торгующие в розницу табачными изделиями и алкогольными напитками, в том числе пивом, должны платить акцизный сбор. Это распространяется в том числе на владельцев баров, ресторанов и других заведений, где продаются подакцизные товары. Напомним, раньше акцизный сбор платили только производители. Ставка сбора составляет 5% от стоимости товара. По закону утвердить её должны и на местном уровне. Но, по сути, это лишь формальность, поскольку этот сбор уже взымается. Но куда средства идут дальше? В местный ли бюджет, как полагается, и кем это контролируется – загадка. Ответ на которую, говорят депутаты Гурсвета, не знают даже в фискальных органах, поскольку в законе чётко не прописаны механизмы реализации. Нет и разъяснений по порядку уплаты акцизного сбора. Формально он, да, введён. Но даже налоговая не готова сегодня ответить на все вопросы. было предложено на этой сессии, как вариант, пока не принимать решение по введению акциза до получения разъяснений от налога. В любом случае, это не освобождает плательщика уплаты этого налога. В законе, в налоговом кодексе сказано о том, что если даже не принято, принимаются минимальные ставки. Но поскольку здесь границы нет, граница была в проектных документах, поэтому остаётся ставка 5%. Поэтому это не решает абсолютно никакой проблемы. Попросту говоря, независимо от того, какое решение примет Гурсовет, акцизный сбор предпринимателям всё же придётся платить. А вот собственникам жилья, площадь которого немного выше 60 квадратных метров, можно вздохнуть с облегчением. В Запорожье планируют оставить площадь необлагаемых налогом квартир и домов на уровне прежнего года. Напомним, согласно нового налогового кодекса, налог на недвижимость теперь придётся платить большему числу украинцев. Площадью сверх нормы нардепы сочли квартиры общей площадью свыше 60 квадратных метров и частные дома площадью более 120 квадратных метров. По новым правилам в Запорожье дополнительный налог должны были платить около 10 тысяч семей. Но начинать экономить пока рано. Предельную планку депутаты Горсовета решили поднять. Налогом не будут облагаться квартиры площадью до 120 квадратных метров и дома до 250 квадратов. Мы выводим из базы налогообложения практически все вспомогательные помещения, которые были прописаны законодателем. Чтобы было понятно, законодатель в базу налогообложения, например, для частного сектора прописал навесы, сараи, летние кухни, хлева, извините, туалеты в частном секторе, какие они вы знаете, за них тоже надо было бы платить налог на недвижимость. Так вот, мы сделали перечень, сейчас проработка продолжается, и эти объекты мы однозначно в проекте решения вывели из базы налогообложения. Но пока это лишь проект. Окончательное решение депутаты должны утвердить на сессии Горсовета. Заседание запланировано на 28 января. Вольнянский район может остаться без водоснабжения. Об этом говорили на совещании с участием представителей областной власти сельские громады коммунальных предприятий. Проблема возникла из-за разногласий между Вольнянским районом и Запорожским коммунальным предприятием «Водоканал», которое снабжает жителей района водой. И, как говорят его представители, это приносит предприятию только убытки. Претензии к вольнянским громадам и местным коммунальщикам. Вы берете воду из водоводок, которую вам предоставляет городское предприятие «Запорожское водоканал» по цене такой же, как и для жителей Запорожья. Вы, соответственно, ту воду, которую берете в этом магистральном водоводе, продаете дороже для своих жителей, потому что включаете в тариф затраты, которые несете на эксплуатацию своих водоводов местных. В то же время вы не оплачиваете практически ничего Запорожскому горводоканалу. За прошлый год, по словам чиновников, коммунальные предприятия Вольнянского района в общей сложности получили доход около 10 миллионов гривен. При этом водоканалу заплатили чуть более 2 миллионов. В то же время представители района сетуют, что много средств уходит на ремонт старых труб, содержание сетей и штата. В коммунальном предприятии Водоканал заявляют, если сотрудничество с вольнянцами и в дальнейшем будет убыточным, водоснабжение района прекратится. Чиновники вольнянской администрации пообещали подготовить план действий, как выйти из сложившейся ситуации. Его рассмотрят на следующем совещании, которое пройдет в ближайшее время. Бердянск активно переходит на альтернативные источники энергетики. В одном из детсадов города начались работы по установке солнечных коллекторов. Стоимость проекта более 500 тысяч гривен. Подробности в материале нашего собственного корреспондента Игоря Стрельцова. Солнечный коллектор, который сегодня устанавливают в детском садике «Ромашка», приобретен за внебюджетные средства. В рамках участия Бердянска в проекте «Модель развития потенциала городов Украины и Грузии» курортный город выиграл грант. Очень выгодное дело, тем более, если учесть, что город Бердянск, он обладает большим количеством солнечных дней в году. Поэтому солнечные коллектора – это будущее и не только для бюджетной сферы, но, я думаю, и для жилищного сектора нашего. Солнечные коллекторы придут на смену старым бойлерам, которые сегодня нагревают воду для собственных нужд садика. Учитывая, что в ходе реконструкции будет полностью заменено всё устаревшее оборудование, окупаемость проекта составит от трёх до четырёх лет. Подрядчики уже выполнили все внутренние работы по установке и наладке системы подачи горячей воды, настроена контролирующая аппаратура. Следующий этап работы – это монтаж непосредственно коллекторов на кровлю зданию, обвязка внешнего наружного контура, установка охлаждающего контура и, собственно, запуск. Ну, где-то ещё дня два – это всё. Первый солнечный коллектор в коммунальной сфере Бердянска появился в июле прошлого года. Альтернативный источник энергии Бердянский горводоканал приобрёл за свои средства для подогрева воды в бытовом помещении. Расход электроэнергии при этом снизился сотни раз. В перспективе солнечные коллекторы появятся на всех 13 детских дошкольных учреждениях Бердянска. Все проекты будут реализованы за внебюджетное средство. Украина должна быть единой и неделимой. В этом уверены ученики 109-й школы, что в Ленинском районе Запорожья. Накануне Дня Соборности в гости к школьникам приехали защитники Родины, которые были участниками событий на востоке Украины. В мирной жизни Алексей Левтеров и Сергей Бронзюк – госавтоинспекторы. В августе 2014-го добровольно отправились следить за безопасностью дорожного движения в зону проведения АТО. 30 дней несли службу на блокпостах в Славянске. Для школьников приготовили много историй. Одна из них – о боевом крещении. Школьников интересует все до малейших деталей. Главный вопрос – как это – быть военным? Бойцы показывают фотографии. Кроме того, привезли с собой амуницию, бронежилет, кевларовую каску, разгрузку, автомат. Ощутить вес боевого снаряжения доверяют самому сильному, по мнению автоинспекторов, ученику 8-го А-класса Дмитрию Доле. Вот посадите. Что ты сказал? Как это? Ощутимо? Да. Разгрузка еще сверху у него. Там где? Плюс четыре магазина, плюс автомат, плюс пистолет. Плюс добавленные манаты носили. Без автомата, плюс… Ну, давит в плечи. Я не знаю. Тяжело, конечно, носить это целыми днями. Бойцы говорят, в зоне АТО не раз подвергались опасности. Эту часть от разорвавшегося снаряда привезли в Запорожье. Нашли у блокпоста после обстрела. Правоохранители шутят. Один день службы в зоне АТО приравнивали к году. Впрочем, главное, чем руководствовались автоинспекторы на передовой – чувство ответственности за Украину. Свою родину нужно любить и готовиться к этому со школы. Нужно и физически заниматься, и духовно развиваться. То есть, как бы быть потратом своей страны. Такое знакомство с участниками антитеррористической операции, говорят школьники, вдохновляет их связать своё будущее со службой в Вооружённых силах Украины. Ну, во-первых, своё желание идти туда. Моральная подготовка, физическая. Это не каждый есть. Я думаю, идти в армию по начальнику школы. Сейчас запорожские автоинспекторы несут службу только на блокпостах нашего региона. Но говорят, готовы в любой момент отправиться в зону АТО. Люди с особой закалкой и твёрдым характером. 22 января Запорожский железорудный комбинат будет праздновать свой 45-летний юбилей. На предприятии трудятся высококвалифицированные специалисты, решающие сложные задачи в условиях, близких к экстремальным. Одно поколение сменяется другим, внедряются новые технологии. Но неизменным остаётся преданность профессии и стремление к высоким результатам. Днепрорудное – один из самых молодых городов страны. Его строительство началось одновременно с Запорожским железорудным комбинатом. Первая вагонетка символизирует не только начало работ на ЗЖРК, но и появление нового города на карте Украины. Сложно представить, что раньше на этом месте было поле с подсолнухом. В 1948 году геологическая экспедиция открыла магнитную аномалию, а после разыскных работ были обнаружены залежи железной руды. Специальной группой началось бурение стволов и строительство рудника. В числе рабочих был и Борис Кучерявый. Трудились, вспоминает ветеран, в сложных условиях – подземные воды, деформирование пород и многое другое. Но при этом внедрялись и новые методики. Впервые в Советском Союзе проводился проход стволов способом замораживания на глубину 410-425 метров. Работу эту выполнял специально созданный Запороз и Горный цех Белгородско-СШУ 306 спецстрой. Мне посчастливилось работать в коллективе этого цеха с нуля. Создание буквально нескольких человек начинали работу. И в период становления и роста тела он уже достигал порядка тысячи человек. Из всех наград, говорит ветеран, больше всего дорожит первой грамотой, полученной в 1962 году. Её вручал первый директор ЗЖРК Николай Григорьев. С 1971 года Борис Кучерявый работал уже в составе коллектива «Шахта эксплуатационной». Затем ушёл на заслуженный отдых. Даже сейчас, находясь на пенсии, ветеран не теряет связь с коллективом предприятия и всегда в курсе событий, которые происходят на комбинате. Буквально каждый день мы созваниваемся, определяемся, что происходит. Если какие-то советы или рекомендации сегодня воспринимаются и идут в дело, то я очень доволен. Время с каждым годом стирает из памяти наработанный опыт, признаётся ветеран. Чтобы передавать знания будущим поколениям, Борис Кучерявый издал книгу, в которой подробно описал все секреты и тонкости профессии. Мы пожелали тому коллективу, который сейчас работает, и тем внукам, правнукам, которые пришли на смену нам доброго здоровья, успеха в работе, и так держать. И будьте всегда первыми. Дело у истоков, которого стоял Борис Георгиевич Кучерявый, продолжает многотысячный коллектив крупнейшего в Украине железородного комбината. Сегодня ЗЖРК – это порядка пяти тысяч работников и одна из самых высоких средних заработных плат среди предприятий горно-металлургического комплекса. Несмотря на внедрение новых технологий, профессия шахтёра до сих пор считается одной из самых опасных. Вступление в наряд, получение специальной лампы, затем спуск в шахту. Взрывные работы – так проходит рабочий день машиниста вибропогрузочной установки эксплуатационной шахты ЗЖРК Сергея Карнауха. Для меня ЗЖРК – это запорожский железородный кабинет, который кормит всех, одевает, помогает во всём. Вообще здесь хорошие люди работают. Работа интересная, но вместе с тем и сложная, говорят шахтёры. В этой профессии особую роль играют такие качества, как сила воли, ответственность и упорство. Профессия проходчика – это сложная, потому что проходчики всегда проходят первыми. В этой профессии, чтобы достичь профессионала, надо время и знание, стремление к знаниям, чтобы стать профессионалом. 45-летний юбилей Запорожского железородного комбината будут отмечать не только работники ЗЖРК, но и жители Днепрородного. На 22 января запланирована широкая программа праздничных мероприятий. Продолжаем программу. ДТП со смертельным исходом произошло в Запорожье, в Шученковском районе. Автомобиль «Газель» ехал по улице Димитрова со стороны трассы Харьков-Симферополь. На отрезке дороги в районе абразивного комбината стоял припаркованный грузовик «КамАЗ» с прицепом. Водитель говорит, у него произошла поломка двигателя. Он включил аварийку, а сам отлучился в ближайший магазин, чтобы купить себе еду. Когда вернулся, к заднему бамперу уже была прижата разбитая «Газель». Очевидно, водитель «Газели» из-за небольшого тумана не увидел припаркованный «КамАЗ» и въехал в прицеп. Водитель «Газели» с 75-го года рождения погиб на месте происшествия по факту ДТП и гибели водителя начато уголовное производство. На пересечении проспекта Ленина и улицы Украинской в Запорожье столкнулись Део Ланос с донецкими номерами и Тойота Ярис. Ланос поднимался по Украинской со стороны набережной. Тойота двигалась по проспекту в направлении библиотеки Горького. Уже установлено, что Тойота начала движение на зеленый сигнал светофора, а водитель Ланоса пытался проскочить на красный. Произошло столкновение. Незначительные травмы получили две пассажирки Тойоты. Уголовное производство не открывалось. Водитель Ланоса отделался административной ответственностью. От опереты до мюзикла. К 115-летию Исаака Дунаевского и 70-летию Максима Дунаевского артисты Запорожской областной филармонии подготовили специальный концерт для запорожцев и гостей города. Как проходила подготовка в материале наших журналистов. Генеральная репетиция и сдача концерта на сцене артисты Запорожской филармонии обещают, в новой постановке будет все – вокал, драматическое искусство и даже хореография. В этом году решили объединить классику с модерном. Для более молодого зрителя эпизоды из популярных мюзиклов. Для более зрелого – оперетта. А оперетта может быть более близка уже взрослой публике, но тем не менее она не стареет. Хотя ей уже более 150 лет, но она по-прежнему остается такой же привлекательной и народ любит. Изюминкой предстоящего концерта, обещают филармонии, станет выступление молодых солистов Ольги Синяковой, Марианы Рябашлык и Игоря Воеводина. Ольга Синякова, выпускница Днепропетровской консерватории, говорит, выступала на многих сценах Украины, но в Запорожской филармонии особая, располагающая к общению со зрителем, атмосфера. Для запорожцев Ольга исполнит песенку Джудиты из одноименной оперетты Франца Легара. Очень заводное произведение. Партия эта очень игривая, очень веселая, забавная. И я, конечно, очень много взяла схожего со знаменитой постановкой, которую пела Анна Нетребко. То есть будет она немного разыграна и будет взаимодействие с зрительным залом. Первый концерт от оперетты до мюзикла состоится 23 января. Но на этом сюрпризы для зрителей от Запорожской областной филармонии только начинаются, утверждают в администрации. Впереди концерты, посвященные творчеству Петра Чайковского. Кроме этого, зрителя будут привлекать ароматом кофе. У Иоганна Себастьяна Баха есть кофейная кантата. Это не церковная музыка, это светская музыка, орган, струнный оркестр, три вокалиста. И с 1729 года Бах, работая в Лепсиге, создал такой светский оркестр. И по средам и пятницам в кофейне Циммермана происходили такие концерты. И вот один из них – это кофейная кантата. Действительно, там разносили кофе. В общем, все это мы хотим воплотить в жизнь. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите. главред.tv5.zp.ua. Всего доброго. Что касается обуви, на выставке представлен большой выбор зимних и демесяцов. моделей – как для мужчин, так и для женщин. В Декадни Просписталь вы также сможете приобрести стильные головные уборы, шарфы, сумочки и перчатки, клатчи и кошельки, а также изысканные украшения. Не забывайте, правильно подобранные аксессуары сделают ваш образ идеальным. Истинные модницы не смогут пройти мимо новой коллекции одежды от киевской фабрики «Берайс». Яркие модные платья, костюмы, блузы и юбки – эксклюзивная одежда для уверенных в себе женщин. На выставке «Зимний стиль» представлен большой выбор одежды для мужчин – тёплые рубашки на каждый день, джемпера и жилетки, пиджаки и гольфы, а также шведки для особых случаев. Кроме этого, на выставке вы сможете купить продукцию для здоровья и красоты – фитопрепараты из Алтайского края, озера Байкал. Традиционно на ярмарке представлен широкий ассортимент постельного белья, наборов полотенец, подушек и одеял. Ярмарка «Зимний стиль» продолжит свою работу в декадне «Процписталь» до 25 января включительно – с 10 до 19 часов, а в воскресенье – до 15.00. Продолжение следует...